8.01 утро продолжается и прямо сейчас мы готовы поприветствовать в нашей студии нашу первую гостью, очаровательную Лию Шейнину, координатора проекта IQ Space. Это образовательное пространство, в котором молодые люди могут получить навыки и знания из разных дисциплин, из разных сфер жизнедеятельности, как из бизнес-сферы, так и IT и прочих-прочих других. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Значит, в IQ Space стартовали три программы, очень интересные и полезные. Первая называется «Реформ» для женщин, вторая «Business for Teens» и третья «Business for Family». Что это за три программы и какие цели они преследуют? Ну, смотрите, «Business for Teens» она не стартовала, она у нас уже работает долгое время, мы сейчас уже выпускать скоро будем четвертый курс. А две другие программы, да, они сейчас находятся на стадии набора. Мы набираем женщин на программу «Реформ». Это программа, которая направлена на то, чтобы помочь женщинам найти семя, да, на какую-то их самореализацию. Для женщин, например, которые были в декрете и вот сейчас хотят из него выйти и начать что-то делать, а для женщин, которые просто хотят поменять профессию или даже для тех, кто хочет найти, начать свой бизнес. Как вы помогаете самореализоваться женщинам? Что вы им подсказываете? Мы их обучаем по разработанной профессионалами программе, да, то есть полностью мы создаем их образ во всех проявлениях, да, и образ внешний, общение, навыки самопрезентации, даже медийный образ, да, то есть то, как выглядят наши социальные сети, может вам о многом сказать на самом деле о человеке. Естественно, учим софт-скиллам, да, которые нужны, чтобы построить карьеру или бизнес. Какое софт-скиллы? Ну, это навыки, которые нужны, да, чтобы работать над своим бизнесом или над своей карьерой. То есть те же навыки общения, самопрезентации, навыки, ну, в общем, все сопутствующие, да, то есть не только учим, вот, да, как построить финансовую модель или как составить свое резюме, да, но и те вещи, которые нужны еще параллельно, да. А кто проводит тренинги эти? В каком формате, извини, в каком формате также они проходят? Это семинары, это лекции, это какие-то практические занятия, ну, вот, все. Ну, на самом деле, есть вещи, да, которые нужно просто рассказать, и это будет лекция, но в любом случае все, что ты услышал, нужно попробовать. Поэтому, конечно, и практические занятия проходят, и тренинги, все смиксовано, потому что иначе никак. Кого мы приглашаем? Вы приглашаете, да. Мы приглашаем профессионалов, да, но в любом случае... Это бизнесвумены, это бизнесмены, возможно. Смотрите, в любом случае у нас будут преподавателями те люди, которые имеют свой бизнес. Например, эта программа делается совместно IQ Space и школой бизнеса Advance. И наш исполнительный директор IQ Space и основатель бизнес-школы Advance, Вадим Роговский и Николай Латушкин, они, естественно, будут преподавателями на этом проекте. Для каждой темы мы выбираем человека, который профессионально занимается этой темой и приглашаем его выступать. В любом случае, то есть мы... У нас нет такого, что один преподаватель на все темы, иначе это будет неправильно. А кто те женщины, которые чаще всего приходят на эту образовательную программу? Это женщины в декрете, это женщины или девушки, которые, возможно, получив образование, хотят найти себя и сменить род деятельности. Кто вообще потенциальный ученик в этой программе? Ну, вы их всех назвали сейчас на самом деле. То есть это женщины, которые хотят найти, возможно, новую профессию или просто найти себя. Женщины, которые были долгое время в декрете и вот сейчас хотят куда-то направить свою энергию, начать чем-то заниматься и вот не знают, да, что делать или не знают, как подойти к тому, что они хотят делать. А по наблюдениям, что чаще всего мешает вот женщине реализоваться профессионально? Это какой-то недостаток навыков? Либо, может быть, психологически какая-то неуверенность в себе? Какие моменты? Часто мешает неуверенность в себе и незнание, что делать, да? Вот есть, возможно, какая-то мечта, но в подсознании существует очень много каких-то блоков. Комплексов, да, возможно? Да. Кто-то настращал ее, сказал, у тебя ничего не получится. Очень много стереотипов даже о бизнесе и о карьере существует, которые женщинам очень мешают. Прекрасно. У вас есть еще одна программа, которая называется «Бизнес for family». Значит, бизнес для семьи. Да. Что она предполагает? Программа предполагает то, что люди будут семьями приходить и обучать. И строить вместе свой бизнес. Если вы хотели всегда построить свой бизнес, но по какой-то причине его нет. Или он есть, но ваш ребенок в нем не участвует. Почему бы ребенка к этому не подключить? У нас люди с детьми будут работать в одной команде, естественно, и работать над одним проектом. Кита, есть ограничения по возрасту для детей? Только хотела спросить, ведь работающий ребенок — это не всегда законодательно допустимо. Со скольки лет могут допускаться дети? А, ну, это ведь не трудоустройство, то есть это партнерство, поэтому мы… Так, адекватное восприятие информации. Ну, мы, как правило, набираем детей от 12 лет. То есть, как показал опыт программы «Бизнес for teens», с 12 лет дети очень-очень хорошо могут работать над своим бизнесом и еще фору дадут, в принципе, я думаю, родители. А в каких направлениях вот могут быть задействованы дети? Что они могут? Они же не могут там, я не знаю, бухгалтерией заниматься или там документацией. Перепродавать фрукты и овощи. Что они делают? У детей очень богатое воображение. Они придумывают такие вещи, что… Ну, например, вот нам… Пример, приведите нам, пожалуйста. Ну, у нас сейчас есть ребята, которые работают над программой, над платформой «Детским такси». То есть, специальная служба такси, которая будет… Возить детей. Возить детей. Ну, то есть, там будут определенные уровни безопасности. Вышли… Ребенка будет играть «Монатик», да? И как бы ребенок-водитель, машина прибыла, выходите. Нет, ребенок не водитель, конечно же, но вот на самом деле… Шансон слушает. Да. Погромче. Так, хорошо, это, конечно, все шутки. А что касается родителей, вот как они реагируют на такие, скажем, предложения с вашей стороны? То есть, они приходят туда к вам заинтересованными или они больше приходят для того, чтобы ребенка занять чем-то? Вы имеете в виду на программу «Business for Teens» или «Business for Family»? «Business for Family». Они, ну, как правило, заинтересованы. Если они уже приходят, то они знают, что они хотят. На самом деле, эта программа – это очень хорошая возможность вывести отношения с ребенком совсем на другой уровень. То есть, есть куча мифов о сложных подростках и так далее, но на самом деле это все не так страшно, как это описывают, особенно если найти способ, да, и настроить, наладить отношения с ребенком, сделать его партнером. Это очень помогает. Прекрасно. Ну и последняя программа «Business for Teens» мы затронули, да, то есть вы рассказали о том, частично, вы рассказали о том, что дети тоже придумывают свои проекты. То есть в этой программе участвуют исключительно дети без взрослых, да? Да. Дети приходят на курс, объединяются в команды, они могут прийти со своими проектами, мы можем предложить им наши какие-то идеи, если они захотят их реализовывать, и начинают над ними работать планомерно, воплощая эту идею в жизни. Скажите, пожалуйста, сколько длятся по времени эти образовательные программы и по стоимости? Насколько они доступны? Программа длится 4 месяца. Каждая? Да. Программа длится 4 месяца. Занятия проходят раз в неделю, в субботу с 14 до 18, естественно, с кофе-паузами, с перерывами на обед. Почему раз в неделю? Потому что у всех школа, работа, конечно, лучше выходной день, в субботу бодрым прийти в 2 часа и заниматься. Но, естественно, да, у нас есть домашние задания, нужно над чем-то работать, нужно не забывать, да, все время носить в голове свои идеи. Ну и кроме того, постоянная менторская поддержка. То есть, в принципе, люди... Ну, мы не говорим, вот вы приходите только в субботу, и все, и забывают. Нет. Мы работаем постоянно, работаем с каждой командой отдельно. То есть, если на каком-то этапе у кого-то возникает вопрос, можно связаться, можно что-то обсудить, да, с ментором? Да, конечно, да. Сколько это по стоимости, или, допустим, насколько это доступно? И еще такой вопрос. Есть ли уже какие-то результаты от тех, кто прошел какой-то из этих программ? Есть ли первые отзывы, плоды? Ну, для нас самые лучшие плоды — это отзывы, да, наших участников и запущенные проекты. Они на самом деле есть. И ребята, которые сейчас учатся на курсе, они уже, в принципе, в процессе запуска. То есть, это не просто, что мы прописали вот проект и еще до свидания. Нет. Они сейчас прямо... Какие направления? Можете хотя бы сориентировать нас? Ну, это IT. Вот эта программа с детским такси, в принципе, тоже она уже находится на стадии запуска. Уже готовимся первых детей возить. Прекрасно. Ну что ж, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Хотелось бы вот нашим телезрителям еще сообщить о том, где находится IQ Space, куда идти. IQ Space находится на Жуковского, 9. Ага. Или уже на Деволановском спуске, 12. Там есть вывеска «IQ Space, вы нас не потеряете». Работаете ежедневно, да? То есть без выходных? IQ Space работает, да, ежедневно с 9 до 9. Прекрасно. Напомню нашим телезрителям, у нас в гостях была Лия Шенина, координатор проекта IQ Space, образовательного пространства в нашем городе. Спасибо большое. Всего вам самого наилучшего.